МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Овидное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. В муниципалитете прошел 26-й ежегодный конкурс «Звезды Подмосковья». Животное должно быть гармоничным, это естественно, и показывать ярко выраженный молочный тип. В Видновской районной клинической больнице начали проводить плановые операции по пактологии. И все, уже вчера сделали, сегодня уже стал ходить, могу. Легкая рука. Спасибо всему коллективу. На площади кинотеатра «Искра» показали музыкальный спектакль, а золи здесь тихие. Это вообще такой трагический, мне кажется, спектакль, что его, хоть какое время смотреть. В Ленинском округе прошел 26-й ежегодный конкурс «Звезды Подмосковья». Предприятия представили лучших племенных коров и продемонстрировали, чем гордится сельское хозяйство региона. Репортаж Юлии Пагасьян. Милые, красивые и аккуратные. Сегодня у этих коровок праздник. На день забыли о работе и приехали в Ленинский городской округ, чтобы побороться за первое место в ежегодном областном конкурсе «Звезды Подмосковья». Вот уже 8 лет наш муниципалитет встречает у себя самых лучших племенных сельскохозяйственных животных региона. Мы очень гордимся тем, что уже в последние 8 лет данное прекрасное мероприятие проходит на территории нашего городского округа. Надо сказать, что это площадка не только выставочная, это площадка, которая позволяет общению трудовых коллективов, специалистов, научных подразделений только для того, чтобы обменяться своим опытом. Новые формы реализации данных проектов есть. Подмосковья – один из лидеров молочного животноводства и заслужена первой в генетике племенного хозяйства. На территории региона расположены лучшие в стране институты и центры. Об этом сегодня говорил министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов, который лично осмотрел всех претенденток конкурса. Наука и использование науки животноводства и молочного является таким, наверное, последним десятилетиям главным фактором в развитии, в повышении эффективности наших хозяйств племенных. И, конечно, мы постоянно отмечаем ежегодный рост продуктивности. Это увеличение продуктивности, оно приводит к повышению результатов своих предприятий. Слова министра подтверждают и сами фермеры. Владимир Сундарев – главный зоотехник, работает на предприятии в Зарайском округе. Говорит, надой увеличивается и за счет хорошего отношения к коровке. Чтобы были счастливы и давали вкусное молоко, мы кормим их вкусно, содержим их в хороших условиях. Ну и как бы недовольны, дают молочко, увеличим надой. Надой у нас в каждом году увеличивается. В этом году мы тоже надеемся, что у нас на фуражную корову будет за 10 тысяч мы приближаемся, может даже больше. В этом году в конкурсе участвуют 62 коровы из разных предприятий Московской области. Исключительно двух пород – галштинская и аерширская. Животных оценивают по нескольким критериям. Животное должно быть гармоничным, это естественно. И показывать ярко выраженный молочный тип, потому что мы судим экстерьер коров молочного направления продуктивности. Естественно, с прекрасной, с превосходной молочной системой, с крепкими конечностями, выровненной линией верха. Ну и много-много других показателей, которые в целом и дают возможность сказать, что сегодня это животное лучшее. За животными, которые сегодня поистине звезды, стоят люди, высококлассные специалисты. Их работу тоже отметили. Для каждого награжденного честь получить благодарность из рук министра. Я конкретно пришла работать в 1990 году. В качестве помощника бригадира начинала. Моя работа, моя жизнь. Спасибо огромное за оценку моего труда. Будете работать дальше, да, продолжать, стараться. На территории Московской области действует ряд программ по поддержке предприятий, производящих молочную продукцию. Основная – выплата за литр молока. В Подмосковье самая высокая цифра по стране – больше рубля. Конечно, такая помощь со стороны правительства способствует улучшению ситуации в сельском хозяйстве и положительно влияет на конечный результат, который видит потребитель. Юлия Пагасян, Кирилл Иванов, Гульнар Валаева. Видно этого. В Московской области проводятся мероприятия по улучшению адаптации трудовых мигрантов и их интеграции в общество. Один из пунктов – проведение тематических семинаров. На встречи побывал Дмитрий Книга. В рамках поручения антитеррористической комиссии Московской области в нашем муниципалитете был проведен цикл семинаров и бесед по адаптации иностранных граждан, работающих в России, к социально-экономическим условиям жизни в нашей стране. Одно из таких мероприятий состоялось на строительном объекте в ЖК «Пригород-Лесное». Необходимо и дальше нам все вместе укреплять дружеские связи между людьми различных национальностей. Этому способствует образование, культура, спорт, что будет объединять людей во все времена. Проведение сегодняшнего семинара направлено на укрепление межнационального мира на территории округа. От трудовых мигрантов требуется изучение русского языка и истории России, а главное – соблюдение законов нашей страны. Чтобы вы понимали, как необходимо себя вести здесь, в стране, где вы работаете, где вы зарабатываете деньги, где нельзя нарушать законы, где за нарушение законов есть ответственность, для этого и эти семинары мы решили проводить. Если иностранный гражданин добросовестно выполняет свою работу и живет в добрососедских отношениях с гражданами России, то никаких проблем не возникнет. В противном случае его ожидают санкции. Ни для кого не секрет, есть определенный рост совершенных преступлений иностранными гражданами, ужесточено административное законодательство. А именно, поясню, что по 18 главе, это 18, часть 3, кодекс административных правонарушений, ужесточены санкции. Это не только штраф, но и принудительное выдворение за пределы территории Российской Федерации в виде депортации. Россия – многонациональная страна, и здесь с уважением относятся к разным культурам, религиям и обычаям. Если иностранные рабочие планируют связать свое будущее с Россией, то для них предлагается мероприятие по интеграции в общество. Совместный досуг в виде спортивных мероприятий – обучение русскому языку. В Коране сказано, так как мы здесь все этнические мусульмане, в основном из приглашенных, в Коране сказано, что соблюдайте законы той страны, в которой вы находитесь. То есть, если мы рассматриваем с той стороны, что Россия – это халифат, и есть халиф свой, мы должны следовать его законам, которые он утвердил. Подобные встречи планируется провести на нескольких строительных объектах на территории Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В Видновской районной клинической больнице начали проводить плановые операции по проктологии. Для этого в первом хирургическом отделении оборудовали 10 коек. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Светлана Бедовская несколько лет не могла решиться на операцию. Стеснялась. Было страшно довериться незнакомому лечебному учреждению. Но как только узнала об открытии проктологических коек, как Видновской районной клинической больницы, наконец решилась. И не пожалела. Докторы отличные. Вообще на пятерку весь персонал очень хороший. Все действительно такие доброжелательные. Я желаю каждому, наверное, обратиться на первом все-таки, да, этапе. Ну, как бы не стесняться. Все мы через это проходим. Да, я считаю, это, наверное, правда, у каждого второго. Поэтому, ну, не стесняйтесь, не бойтесь, как бы идите лучше пораньше. Ее соседка, будущий юрист Анастасия Калинина, также быстро идет на поправку и благодарна медикам. Я начала сразу гулять потихонечку, не хочу лежать. Вот, доктор очень хороший. Все доктора тут очень хорошие, очень внимательные и заботливые. Вот, то есть, помочь с чем-то, ну, да любое. Все, что угодно, помогают всегда. В начале июня в первом хирургическом отделении в РКБ появилось 10 проктологических коек. Раньше в больнице выполняли лишь экстренные операции этого профиля. Теперь же могут проводить плановые хирургические вмешательства. Это вот те же колоректальные свечи, те же геморрои, те же копчиковые кисты, полипы прямой кишки, внутренне-наружные геморрои, как я сказал. Вот, это входит в малую проктологию. Потребность в таких койках в РКБ назрела давно, ведь проктологические болезни очень распространены. С геморроями и последствия скрытых парапрактитов, которые переходят в сечевую форму. Вот, также часто попадают нам женщины из перинатального центра, где на фоне беременности у них осложняются наружные или внутренние геморрои. Операции проводит врач-колопрактолог Анзор Кагерманов, который трудится в РКБ уже 13 лет. Пациенты говорят, это профессионал своего дела, ради которого стоит приехать лечиться даже из другого города. Здесь очень хорошие врачи, особенно Кагерманов Анзор Хандулаевич. Вот, именно хотел к нему попасться. И, слава богу, попал. И все, уже вчера сделано, сегодня уже стал ходить, могу легкая рука. Спасибо всему коллективу. В течение этого года медики ожидают поставку новейшего оборудования, которое позволит минимизировать объем оперативного вмешательства, а пациентам поскорее восстановиться. Это, прежде всего, гармонический скальпель и лазеры. Будем развиваться. Планируем, конечно, и дальше расширять коечный фонд. Планируем дальше и расширять объем оперативного пособия. Начинать всегда тяжело. Но, надеюсь, мы справимся. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Актеры Подольского драматического театра показали видновчанам свою версию культовой повести о «Зоре здесь тихие». Музыкальный спектакль прошел у кинотеатра «Искра» 22 июня в знак глубокого уважения и памяти к подвигу советского народа. Перед коллективом Подольского драматического театра стояла очень сложная и ответственная задача преподнести известную историю о бесстрашных девушках так, чтобы она была понятна зрителям всех возрастов. Рита первая из класса вышла замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще и пограничника. И более счастливой девушке просто не могло быть на свете. Через год она родила мальчика. Назвали его Альбертом, Аликом. А еще через год началась война. Это даже не спектакль. Это такая литературно-музыкальная композиция получилась у нас. Такая по повести Бориса Васильева «Зоре здесь тихие». У нас идет спектакль, мы его выпустили в мае, к дню победы премьера. У нас как рок-баллада такой получился. Ирина Велькина, исполнительница роли Лизы Бричкина, рассказывает, что играть в спектакле «Азоре здесь тихие» для нее большая честь. Они все очень простые, незатейливые девочки, только они большие герои. Может быть, вначале они не очень понимали, что для них является, ну вообще, что такое война, да. Но та смелость, которую обладают данной героиней, это, наверное, да, уважение большого заслуживает. Ну и играть таких, соответственно, не то что приятно, а горделиво. Музыкальным оформлением занимались специально, и это одна из особенностей спектакля. Музыка – это Сергей Маврина, такой рок-музыкант замечательный совершенно. Вот мы уже работали с ним на другом спектакле, использовали его музыку. И Сергей разрешил использовать последний свой альбом. Он прямо вот, на мой взгляд, совершенно замечательно вписался. Зрители подходили к кинотеатру «Искра». Кто-то совершенно случайно, просто ради интереса, как Татьяна Лукина во время прогулки со своей семьей. Это вообще такой трагический, мне кажется, спектакль, что его хоть какое время смотреть, хоть писать, хоть читать, хоть слушать, все, что хочешь. А кто-то специально узнав заранее из афиши о спектакле. Когда я услышала, что у нас здесь будут показывать, а Зори здесь тихие, я отпросилась у начальства и пришла посмотреть. Потому что когда-то, много лет тому назад, ну лет 35 точно, если не больше, я играла в этом спектакле. Мы тоже ставили Азори здесь тихие. И я играла Лизу Бричкину. Трагическая история о девушках-зенитчицах, оказавшихся в эпицентре военных событий, до сих пор никого не оставляет равнодушным. Созданные артистами образы – еще одна возможность напомнить современникам о тех, кто ценой своей жизни завоевал великую победу. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»